В рамках региональной акции «Шаги здоровья», приуроченной к декаде пожилых людей, пенсионеры из Китимского района собрались на Леневской земле, чтобы сообща пройти тропой здоровья. Тучи хмурятся, а им все нипочем. Больше 50 человек старше 65 лет съехались со всего из Китимского района для участия в акции «Шаги здоровья». Нормальная температура и давление служат допуском к участию в мероприятии. «Шаги здоровья» называется это мероприятие, то есть мы не соревноваться будем, мы просто пройдем по этапам, спокойным шагом. Кто умеет ходить с кандинавскими палочками, пройдут с палочками, кто не умеет ходить с палочками, просто спокойным шагом будут идти от этапа к этапу. Дистанции между плановыми остановками группы проходят бодро и весело, некоторые шагают с песнями. На каждом этапе дежурят инструкторы, каждый со своей порцией полезной для пенсионеров информации. Советы по самомассажу, фитотерапии, секреты укрепления здоровья и правила скандинавской ходьбы. Участники акции очень довольны. «Палочки должны выбираться на уровне груди, рука не должна выступать за ногу, вот немножечко вот так вот, вы должны отталкиваться». «Все замечательно, эмоции моря, прямо зашкаливает точно. Все хорошо, молодцы, хорошо придумали. Такого же не было никогда. Жду позитива и настроения, и здоровья прибавилось, чтобы и всем этого желали». «Все ждали этого дня. Мы люди пожилые, иногда обделены вниманием близких, знакомых. И вот этот вот день декада настолько нас объединяет. Мы настолько рады встречам, мы общаемся. Нам это нужно без общения. Люди пожилого возраста просто не смогут жить». Акцию «Шаги здоровья» решено сделать ежегодной. Этого очень хочется и участникам, и организаторам мероприятия. Ярким финалом праздника стала небольшая концертная программа и вручение подарков всем ветеранам, прошедшим сегодня тропой здоровья. В сам праздник, в День пожилого человека, Леневский Дом культуры организовал для людей элегантного возраста приключенческую игру. Состоялась она на свежем воздухе в парке и доставила ее участникам массу удовольствия. «Сегодня в День пожилых людей у нас в парке состоится квест для наших молодых, не стареющих ветеранов. Мы на так его и назвали. Мы еще такие молодые. Этот квест уже второй по счету. Первый был в том году. И наши участники команд решили, что неплохо было бы, если бы он стал у нас постоянным. Поэтому, идя, так сказать, навстречу пожеланиям, мы в этом году еще раз собираемся, будем бегать, играть, отвечать на вопросы, выполнять задания различные, веселые, делать это с настроением, замечательно, весело. Я надеюсь, во всяком случае. А то, что погода немножко не совсем праздничная, так это нам не помеха. Главное дело – настроение». А настроение у леневских ветеранов, как всегда, боевое. В жизни пришлось пережить столько невзгод. А эта холодная осень – такая ерунда. Просто погода. «Нет дней плохих. Все уникальны, хороши. Но нынешний особенно прекрасный, ведь это праздник нестареющей души. Она поет, и птицей в небо рвется, и ей не в тягость в паспорте года. Коль сердце любит и в груди, как прежде, бьется, душа у вас, как прежде, молода». Принять участие в игре собрались представители трех ветеранских организаций, активисты и постоянные участники поселковых мероприятий и конкурсов, два совета ветеранов, педагогического труда и Новосибирского электродного завода, а также клуб общения людей старшего поколения «Азарт». Игру начали с визиток команд. Это единственное задание, к которому игроки готовились заранее. «Смотрите вы на нас. Мы бабули высший класс. Разве мы старушки? Клоточки на макушке. Хоть спеть, хоть сплясать, анекдоты рассказать. Нам, конечно, не 17 и уже не 25, но и в наши чуть побольше. Ты попробуй нас догнать. Есть и ум, есть и опыт. Вы тут можете похлопать. Так какие ж мы бабули, вот какие красотули. Брошки, бусы, перстенек. Начинается денек. Мы сыграем в вашем квесте. Нам тут очень интересно. Победить давно пора. Грянем громкое. Ура! Брошки желают вам добра. И лучшая награда – хорошая игра. Мы в ладоши хлопаем и ногами топаем. «Азарт, азарт, впереди!» Команда «Квест». Команда, воодушевленная, единством, стремлений и талантом. Наша жизненная позиция похожа на разноцветие красок, смешанных воедино. И это очень напоминает радугу. Семь цветов у радуги, семь дорог у нас. И о них расскажем вам сейчас. Красный цвет – начало радуги всей. Он окрыляет подачей идей. Какое счастье, что можешь еще чего-то совершать. Быть там полезен, где ты нужен. И в ногу с жизнью годышь твоей шагать. Самый душевный цвет – оранжевый. Здесь каждый найдет на вопросы ответ. Цвет желтый – он добрый. Его нам с тобою подарит горение сердец золотое. Самый веселый – зеленый цвет. Цвет наших улыбок, цвет наших побед. Где здоровье, там и мы. И со спортом мы дружны. Спорт нам нервы бережет. Спорт нам мужество дает. Спорт нам только помогает. Он здоровье укрепляет. У моря и неба цвет голубой. Когда ты со спортом, он рядом с тобой. Синий цвет чистой души воплощения. Отличное с ним у нас настроение. Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо, Тот никогда не упадет. В любое видение пропадет. Цвет фиолетовый с неба сияет. Прекрасных людей на пути он встречает. Семь цветов у радуги. Семь дорог у нас. И итогом радуют они нас сейчас. Мы ветераны. Мы все на марше. И временами проверены дела все наши. Следуем мы девизам обычно. Поэтому наш тонус всегда на отлично. А девизы такие. Не плыть пассивно по течению. Найти себе увлечение. Не хлыкать, не стонать. А лучше песни распевать. Напрягай свои мысли, чтоб мозги не кисли. Не ворчать, не бурчать. Молодежь всегда понять. Душевное опустошение. Начало старения. Желаний не стало. Старость настала. Ни кочегары мы, ни плотники. И сожалений вовсе нет. Так нет. А металлурги, металлурги мы. С нами зашлем большой привет. Привет! Сегодня к нам фортуна. Спиной не повернется. И тот, кто в мод... И тот, в ком молодость живет, Сумеет все. Всего добьется. Нам всегда, всегда удача. Только так, а не иначе. Нашему совету четыре года. Но мы успели сделать много. Сходить в театр, сходить в музей. Пройти засолку для гостей. Мы принимали участие во всех мероприятиях поселка. Будь то субботники, будь то парад, Будь то конкурс, будь то праздник. Мы всегда с песнями, с танцами Веселые, бодрые, красивые, Молодые, задорные. Будьте с нами, будьте как мы. Вместе мы. Сила! Налетели быстрой птицею Дорогами ушедших лет И вот мы на вершине жизни Да только некогда стареть И вот мы на вершине жизни Да только некогда стареть Нам еще до старости Столь лет И глаза, как прежде, озорные Там, где мы, в помине скуки нет Мы еще такие молодые Молодцы добывают, что порой с грустнем Вспомним годы прошлые лихие Вспомним и опять вперед пойдем Мы еще такие молодые Маршрутные листы, полученные командами, Определили путь следования Игрокам предстояло пройти пять станций, Расположенных в самых разных уголках парка Команды практически не пересекались Мы все учились понемногу И стал поэт великим Ни раз нам приходил к подмогу Наук полученный багаж Не мчались, плыли и кружили Но не сломили годы нас Все то, что в школе проходили Припомнить сможем и сейчас Сразу понятно, куда вам нужно вернуться Немножко назад Вам необходимо вспомнить Литературные произведения, которые проходили По школьной программе Должны написать напротив каждого произведения Автора Верий Лермонтов Лермонтов Гроза Островский 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 Мужчок-сноготок Литература Ветераны вновь почувствовали себя школьниками Ответственными и дисциплинированными Не прогуляли ни одного предмета И на каждом применили все свои знания Чтобы дать как можно больше правильных ответов На музыке по фото называли исполнителя На физкультуре бегали с мячом На истории и географии отвечали на вопросы Посвященные 75-летию победы В Великой Отечественной войне И 85-летию Скитимского района Команды торопились быстрее Выполнить все задания Хотя скорость прохождения Учитывалась лишь на одном этапе Спортивном Во всех остальных важна была правильность В итоге победила, конечно же, дружба И хорошее настроение Каждая из команд получила подарки За участие и дипломы по номинациям Самой позитивной была признана команда Навеза Самой спортивной команда Клуба общения Азарт Наибольшее количество баллов И диплом в номинации Самая интеллектуальная команда Был вручен Совету ветеранов Педагогического труда Субтитры создавал DimaTorzok